Шокет, опять же, тоже легенда Браток, да-да-да А, закроено голосование на стриме висит Ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй Действительно висит Пека, вот легенда, да, Пека Которая была выменена у Адольфа в свое время Выменена на Бобра Это был самый выгодный размен Итак, Чаймика против... Да, все-таки Суэй поставил эльфа А Псы? Псы, это, кстати, новые Варденочка Такой еще смейл есть Крано с крабом Ай, блин, молодцы Любите вы меня бесить, да? С той Пека из К2ТВ стоила бы миллиарды, говорит Турели Турели, старичок тоже Ну что, мейчап другой, по крайней мере И Варденка есть Можно поболеть за эльфа В другом Ну, мне кажется, что Суэй Хотя Суэй и так уже успел удивить много раз Много кого на этом турнире Так что, я думаю, шансы у него есть Кенжи говорит Привет, что с графоном? Обмазываемся уже, четвертый день Все в порядке Архмак с кольцом Ему кольцо не поможет против Варьки Да, Хеллс Это измененный уже смайлик В оригинале был другой Кольцо регенерации Отличный предмет Как раз против Варьки Наверное, лучший из того, что может выпасть Вообще, шикарный Потому что у тебя проблема с Архмагом С лечением постоянным С тем, что магазина нет на старте А у Варьки кинжал Хороший урон наносит Но на дистанции Да, Дворф Это хорошая тема Поэтому стричь можно котов Ищи грумера И стриги кота Ему легче будет И вы поржете Биво-би Я не видел этой картинки Шикарно просто И выражение почти такое же Какое нужно Минус футмен Ты видел, просто забыл Да, наверное Британцев можно стричь? Британцев только брить можно С Арчи сражаются футы Арчи отбиваются от мага с элементалями Ну, так отбиваются Кое-как отбиваются Варя увлеклась преследованием Это зря она так Просветка есть Арчи спасает Не, пока у Суэя Все неплохо Единственное, что Экспанта стоит Поэтому надо думать Надо думать, эльфу, что делать Как на это реагировать Хис говорит Я грувер, кстати Вот так вот Уже нашли Уже искать не нужно Может проконсультировать Бесплатно За примачок Кому-то туман здесь нравится Никому В рефорже Здесь туман Делает просто все серым Хэппи не поехал Ну, тут никто не поехал Вот Ну да, Хэппи не поехал Это кольцо Архмагу Восстановил уже несколько сотен Единиц здоровья Он постоянно без полного запаса здоровья И постоянно Оно плюс 2 2 единицы в секунду дает Да, Варька пытается урывками прокрепиться до третьего Но это действительно проблема Даже тратит ману для того, чтобы Арчи подставляются Не, у Чимика пока контроль идет очень хороший У него только есть проблема с деревом Не знаю почему Вроде его не харасил никто Но Дерева не хватает А тут второй барак Т2 доделывается Готов заряжать Рифлов И И МК А вот и Шреддер Для решения проблем С деревом Если он здесь выживет Кстати Довольно серьезно рискует Третий Архмаг Третий Варден АМ проверяет экспант Не находит его Я не знаю, на что он рассчитывает Эльф То есть он действительно плохо отбивался Оооо Персоналочка Варден может влететь Влетает Минус Арча А где Даггерта? Алло Я не взял артефакт еще Кольцовый полартефакт Кольцо досталось Архимагу Не, как-то кривовато Суэй все-таки играет Да, играет на Т3 Медведя с Олом Дриаду элементарь Видите, как Четыре удара успел сделать И минус половина ХП Ну тут Т3 Второй барак Причем решил отменить Видимо понял, что есть время Нет экспанды И можно спокойно Развиваться как хочешь Странная игра от ушастого Очень странная Варька крепится Просто и действительно Нужно было раньше Третий получить Постараться Не бегать Не ходить Просто убивать Ну Мелочевку какую-то Пытаться А так время потерял Очень много Арчи теряет Одну Вторую Сейчас Даггер Вархмага Он Какое-то время Хочет еще остаться здесь Персональный телепорт Даже Рисковый парень Очень рисковый Тик Да у него была Бутылка в КД Жизни Ну так-то можно и выиграть В общем-то С Уэй Потому что Кормежка Варден Ни к чему хорошему Не приводит Ну Архмаг Телепортировался На персоналке Оказался рядом с магазином Купил себе Бутылку жизни С которой собственно И помер Потому что До этого Прожирал эту бутылку Секунд 10 назад Вот и все И от яда Он и сдох Так А тут у нас Петухи будут делаться Точнее Грифоны В Авиарии Прости господи Варя пятая Уже может врываться С третьими ножами Уже может врываться С третьими ножами Если переучиться На ножи Она идет Переучиваться На ножи Ну у нее АМШ Она пошла рабочих убивать Инфа соточка Да Ретренинг Берем Прожимаем Третий нож И второй блин Погнали А там реально Дракондоры Дракондоры Делаются Господи Дракондоры Он Дракондор Рабочие не успели Спрятаться от вардинки Медведи Медведи Рубят Вышки А зачем сейчас Медведями было Разворачиваться Всеми Появляются Дракондоры Мать моя женщина Дракондоры Я еще раз буду повторять Для того чтобы это Просто если много раз Повторять То должно стать лучше Дракондоры Из авиариев Дракондоры Вылетели Нет Что-то не получается Дракондоры Из авиариев Не Вообще Без шансов Без шансов Ребят Я пытался Дракондоры Дракондорцы Дракондоры Ну вы смотрите Медведи Справляются С землей А авария Справляется С воздухом Благодаря арбе И Все А виноват Во всем Кто? Правильно Архмаг Ну бей Дракондоры Вот Отлично Шестая вардин Все ГГ Ладно Кто-то может Сказать Что Михаил Говорил Что шансов Фусоя Нет Но Играть в халяву Воздушную И отдавать При этом Архмага Не очень Правильная Тема Ой какой маленький Смотрите Свой Как они раньше Назывались Хавки Дрэгонхок Ястребы Почему-то Кажется У нас По-русски Переводили Ты же Сначала Сказал Что после того Которые Шансы У него есть Да Но потом Он начал Играть Не очень Хорошее Начало У него Было Я начал Сомневаться Кстати Вопрос Такой А почему Хошкова Начал делать А не Грифонов Там Вроде Как Чистые Медведи С одной Арчой Можно было По крайней мере Медведей Всех Перещелкать Очень быстро Тремя Первыми Грифонами Потому что Для того Чтобы Так разве Был Т3 Конечно Т3 Был Семейство Питомцев Типа Упорство В World of Warcraft Они любят Мясо Рыбу И фрукты Блин Ну я люблю Картошку Окей Хорошо Ну преемственность Должна быть какая-то Из третьего воркаута Почему Почему у нас тут Авиарии Ладно Неважно Сейчас опять Начну подгорать Хорошо Где-то внутри Миши сидит Висп И он сейчас Счастлив Четыре карты Эльфы подряд Не проигрывают Да И игры И игры Заставляют Поверить В имбовость Эльфов Михаил У меня есть Беляк Рассказывает Дракула У меня есть Очень крутая история Про 120 Возможно Часик ее помнит В одном турнире Участвовали 120 Хэппи Лин И самое поразительное 120 выиграл Обоих по очереди Бо 3 Причем Хапачон Он выиграл Орками Чтобы сам на него Ответить Следующим Комментом Рандом Мнф Очень странный Диалог у тебя Получился Только что Мы за ним Всем чатиком Наблюдаем Беляк Это товарищ Который зарегался Не позднее 24 часов назад Просто индикация Что это новый Пользователь Что это еще Гол Да Пау Бирос Пау Бирос Да Все правильно Привет На самом деле Голд без инфи Такое себе Прошлогодний чемпион Который всех Просто вынес Без шансов Но такое А такое себе Это забыл Место многоточия Написать Жаль ему Соревновательный Варик Все меньше интересен Конечно Чем больше игроков Тем более Таких сильных Тем лучше Дракончик Дракончик Минимум Их Требует Но Минем Только сегодня Требовали Минимум 400 Да друзья Для тех Кто присоединился Сегодняшний день У меня начался С ответа Со стороны КХЛ Относительно возврата средств Они считают, что нам нужно заплатить за их адвоката сначала минимум 400 тысяч рублей И тогда можно обсуждать, обсуждать возврат Никак они не успокоятся Но Яндек уже ответил И история продолжается Жалко, что к стримфестам нам не удастся получить средства Они бы пригодились на оплату стенда Несите исполнительный лист, сразу банк, что с ними припираться Ну да, надо через приставов решать Как себя нужно не уважать, чтобы просить менее, не менее, не менее 400 Я неправильно, видимо, прочитал Судебные издержки разве на вас повесили? Нет Просто у них есть право заявить судебные издержки У нас тоже есть право заявить судебные издержки Но обычно этого не делают, потому что, ну, если решение такое, с частичным удовлетворением То издержки все равно делятся То есть вы скажете 100, они скажут 200, судья будет думать Короче, принято по-хорошему в таком случае не, ну, не заморачиваться дальше То есть оставаться при своих То есть вы отталкиваетесь с того, что вы потратили столько же сил и энергии, соответственно, денег Что и... А тут прям ультимативная форма Что там минимум такая сумма И продолжение такое, что мы вам деньги не вернем, пока вы это не заплатите В общем, охренели Как они это связывают вообще с решением суда? Решение суда не имеет никакого практически отношения к этому То есть это право вне зависимости от решения Точнее, нет Если бы полный отказ был, то они не могли бы заявлять А учитывая то, что частично все-таки требования удовлетворены Ну, в части, по крайней мере, блокировки этих двух трансляций То они имеют право заявить на это Что ты ответил, если не секрет? Я ничего не ответил Я жду наших адвокатов Но они уже ответили, но я не успел Не успел написать письмо Короче, история продолжается А мы продолжаем смотреть Warcraft Отвлекают, понимаете? Мы же сидим нормально В нашем уютном комьюнити Делаем стримчики Смотрим турниры Общаемся А нам два года голову какие-то псы морочат И продолжают морочить Надо все-таки чаще об этом говорить Чаще пиарить это дело И формировать такой негативный имидж Ну, просто освещать эту тему Даже специально ничего не нужно делать Просто ты пересказываешь то, что происходит, и все А люди сами делают выводы Погнали Ну, теперь я буду все за Суэя болеть Потому что, ну что, он за Варденку А, стоп, он нейтрального Нет, не нейтрального, он козла Герой просто появился поздновато Я подумал, что Наверху он появился поздновато Да, это же старая А, не, не старенькая Это у нас сертификаты опять Ледоколыч Не уследил Спасибо ЖЖ Сам пачка сертификатов самых разноплановых Карта Autumn Leaves очень контактная И здесь, соответственно, крайне сложно ставить вот такую вот базу, которую ставит эльф Без последствий Как правило, здесь всегда отменяют Черт 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 Очень Черт Тип В Стоп В В В Р дайте мне минутку пожалуйста я созвон на час был запланирован надо извиниться да, беда, забыл предупредить с этим графиком трансляции прикольным что с утра у тебя до вечера и дни в кучу смешиваются я забываю про регулярные вещи я забываю про регулярные вещи я забываю про регулярные вещи Сейчас что у нас? Сейчас у нас экспанд раньше, соответственно, у Чаймика получается. В зоне риска Архмаг, но он довольно бодренько убегает к себе за магическую вышку и к магазину. Козел, правда, тратит ману и убивает Фута. И в целом, размен по экспе, его даже сложно назвать разменом, потому что Архмаг получил второй уровень, ну, почти сразу после криппинга. А посмотрите на количество экспы у Козла и у Архмага. Разница на половину уровня, просто даже чуть больше. То есть это все подрезанные футмены, возможно, элементали, кто-то еще. Не совсем понятно, зачем продолжаю здесь давить, учитывая, что Козел полупустой, учитывая то, что... Ну, перебил регенерацию Архмага, сейчас Арчу потеряет, скорее всего. Прикрывает, хорошо, очень хорошо прикрывает. Молодец, спас. Казанец говорит, у меня сегодня день... у меня у сына сегодня день рождения, 4 года, и мы смотрим Варик со времен восхождения императора. Спасибо за стрим, болеем за Муна. Привет! Привет мелкому! Спасибо, что смотрите. Вот, хорошо, что мы не используем никакие плохие слова и позитивно комментируем. И хорошо, что уже в 4 года твой сын знает, что КХЛ — это плохо. Это прекрасно. По экспанду у эльфа Nike Z3, беляк вчерашний. Так. Папа, папа, а что такое КХЛ? Да. Сложные вопросы, которые в детстве нужны, на которые нужно в детстве. Дадиду подарил один премиум. Спасибо, Дадиду, за прямачок. Так, у футменов уже... у футменов уже есть дефенс. О, второй Димка. Класс. Как бы тебе, а как бы сыну. Ой, козла пытались окружить. Нет, Суэй вообще очень четко работает. Прям очень четко работает. Он особо никого не терял. Подрезает, подрезает, молодец. Поджимает, нагло играет, как надо. Прям... ну и в целом разными стратегиями. То есть мы посмотрели две игры. И Соло Варден, то есть это совсем другая игра. Соло Варден, одна база, там медведи. Ну, это одна имба. Козел с Димкой — это вторая имба. О, Тикс, всем привет. Я новенький, что здесь делать? Добро пожаловать. Ну, осмотрись в чатике. Не торопись с этими, с выводами. Мимов тут много. Комьюнити интересное. Общайся, общайся. Ты правильно зашел. О, подставляется Архмаг. Футмены делают дефенс, и Архмаг делает телепорт. Не, а вот Чаймика как раз, как будто не в своей тарелке находится. То есть он как будто недооценивает мелкого. Вот что сейчас за врыв был? Битым Архмагом непонятными футами. Дадидо разошелся. Доди-до. Не ду-ди-ду. Не путать. Все, и сейчас ситуация почти третий козел. Архмаг все еще второго уровня. Вот, то есть с того момента, как он поставил экспант, он не убил ни одного юнита, ни одного веспа, ни одной арчи, ни черта. Только вот сейчас на зеленой точке он немножко с Бладмейджем поднялся по экспе. А там уже Димка второй. Кипер, понятное дело, третий. О, а это что за хриппинг такой странный? Дима ворвался. Купил Шреддера. Стапанули Шреддера. На развороте может попробовать... Да, ой, хорошо! На развороте под Риджоем. Убить этого... Попытаться убить? Нет, нет, сейчас вернется прям в лапы. Кому артефакт? Ай, Бладмейджер артефакт. Плюс 6 инты. Ну, появляются первые медведи. Надо ачивку защеглить. 10, 100, 500 беликов. Это, кстати, неплохо. Это хорошая идея. Ну, то есть пообщаться со щеглом. Помедленнее, ребят, я записываю. Да. Все, Т3 арба. И уже у эльфа... Ну, не то чтобы у него совсем все хорошо. Как вы видите, Чаймика будет давить его на Т2. Гапшой, рифлами, кастерами и Бладмейджем. И, как следствие, у него тут лимиты побольше из-за того, что не потратил на Т3. Экспант у него немножко все-таки пораньше. И... Ну, в целом, если ты остаешься на Т2, у тебя меньше затрат на грейды. Ну, и на всякие плюшки там. Феррик, блин, вообще уважение этому щеглу. 19-летнему. Димка чуть-чуть до третьего не дотянул. Зря я инвол не купил. Вот зря. 67 лимит на 74. Разница вообще не серьезная. То есть это даже меньше, чем стандартная разница в десятку в такой ситуации. Но надо вписываться. Хорошая позиция нападает сзади под мортиры, под ополченцев. Феррик один вешается, второй чуть дальше. Ой, хорошо повесил Ферриков. Ой, провокационно нужно уходить кастерами отсюда для начала, прежде чем начинать сражение. И только в тот момент, когда занимает нормальную позицию Хуман, и то ненормальную, потому что кастеры, смотрите, начинают от Ферриков страдать. Элементали пытаются первого Феррика убить, второго не видно, потому что... Ооо, флеймстрайк отличный, под медведей. Димка врывается, Димка не третий. Еще один гиппогриф на вертолетика, которого нет. 68-71, третий Дима, свиток лечения. Очень хороший у Хумана. Нет, Чая здесь может и справиться. Козел еле живой. Пытается уйти. Козел аккуратней. Медведи биты. Не, разваливается с Уэй. Оооо. И там вышки уже достроились. Как он упустил вышки? Я тоже упустил вышки. Все-таки Чимика задавил. Задавил. Ну, базу здесь не спасти, к сожалению, от трехмортир. И от флеймстрайка, смотрите, сгорают виспы, сгорает мейн. Ну, в смысле, база. И уже как бы все, это 1-1. Ой, Майкер расстроился, его любимых эльфов убивают, да? Лимит равный, вроде. Да, неравный он. Неравный и нет экспан-дуэльфа. Какая позиция шикарная для флеймстрайка, просто. Как думаешь, Фоги по силам ли нам победить? Не по статистике. То есть это... Он может, если соберется, прям... То есть у него скилла хватает, чтобы дотянуться до долины. Вопрос, сможет ли он играть постоянно на этом уровне в течение серии Б5. То есть сможет ли он вот таким макаром собраться? Димка отступает, еле живой. Ну, на этот раз сражается хорошо, но не обязательно сражаться здесь чаймика. Поэтому он, собственно, грамотно отступает. Ему бы обновить, купить свитки. Денег у него вагон, лимит у него 80. Она подрезает мортиру, подрезает сорочку, но... Идет дальше атака, регенерация. Ну, сюда нельзя лезть, эльф. Магазин стоит, магическая вышка стоит. Димка битый. Довольно плохо все. Еще пинг, наверное, решает. Для Фогича ты имеешь в виду, да. Но здесь-то пинга особо нет никакого. Хоть Китай-то и отдельная, получается, с точки зрения интернета страна, но... Все равно географически они недалеко друг от друга. Я думаю, там в пределах тридцатки с нормальными хостами. Да, Т2 и давят. Ну, карту еще выбирал Чая. Скорее всего, он изначально рассчитывал на пуш такой. Карта удобная для агрессии. Да, речь, скорее всего, про пингогича. Это да, это... Это критично. И уже настало время, да, ГГ, мейном. 1-1, Чимико, Суэй. 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 Да, мне показалось, что хватит. Хватит все-таки Суэй преимущество по экспе и лимита хватит. Исходные данные к финальному сражению у него были просто отличные. Разве что чуть-чуть не хватило до третьего Димки. На то, что он уже под вышки полез сюда и начал вроде сражение отличным. Дриаду не отконтролил, минус Дриадка. Веспов здесь не хватило. Смотрите, элементали стоят как. Шикарно стояли, танковали. Да, здесь, скорее всего, веспов не хватило. Ну, а дальше уже вышки и флеймстрайк прекрасный. Тяжело смотреть, как умирают медведи в такой ситуации. Пятикопейка говорит. Вопрос, можно ли с такой игрой убить Муна? Ты имеешь в виду игру Чимика или игру Суэя? Я думаю, что Суэй не под силу Муна одолеть сейчас вообще никак в Бо-5. Потому что Мирор слишком много нюансов. И Мун собаку съел. Суэй, конечно, тоже, учитывая то, что он из другой страны. Но опыта все равно маловато. А в Мироре прям слишком много вариантов и нюансов. Он же папа Кати Пейка. Пятикопейка он. Слишком много слогов. Надо проще быть. Доди. Хорошо? Он хуменными с альфами играет, говорит, ТГВ. Ну, тогда... Тогда совсем уж. Совсем уж вряд ли. Может, что-нибудь поесть? А, у меня для тебя интересная новость есть. Сейчас. Ребят, перерыв не будешь. И так, давайте мы сможем дать, чтобы... И тебе нужно дать мне это во время. И иди-инфийский, просто реально. И так, чтобы ты не успел, чтобы десять. И для того, чтобы ты успел wreckать. И очень-то отлично. Джей годов удачи. Я думаю, он должен будет дать более maior степей, и клести. Вот, ну, это Мирора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это Китай Наверное, китайцам пофиг Своих не трогает вирус Ну или у них дистанция просто больше Или стандарты другие по законодательству Черт его знает Может быть, китаянка думает, что она красивее той Как бы маска только мешает Привиты же Да, привиты На ГСЛ, видимо, ниняшные прячутся Версий много У нас есть только предположения Китайцы все привиты Прям все китайцы привиты Чего по себе А, папа Катепейка А-а-а-а Папа Катепейка Все Про Катю и папу Все сразу Виспас ловили в сетку А зачем элементаль подошел? О, Чимик, а что за ошибки? Виспас ловит в сетку Он ничего не может сделать И элементаль подходит к виспу Видимо, со словами Ну ладно, чтобы было не обидно Давай хоть меня за диспель Бисмастер первым героем Это тоже такой стандарт Новый стандарт за эльфов на этой карте Который ввел Мун Кажется, Мун все-таки По крайней мере На про-уровне я увидел Биста удачного на этой карте Именно с... Они в день по 17 миллионов превьюг делают 17 миллионов Сколько им нужно? У них там 1,2 сейчас? Да, успевают У нас за полгода столько Да, они за пару месяцев должны всех привить, получается Круто Рубрика «Миша и математика» говорит Да, для самых маленьких Молодец Собимаска для Биста Топовый артефакт Лучший из лучших, что мог выпасть на той точке Он любит тратить ману Он умеет тратить ману Мана ему всегда не хватает И при этом Более 1,4 миллиарда Ясно Папа Кати Пейко поддержал ваш канал 100 рублей и сообщает Аллилуйя Мама улитейка Мама улитейка Спасибо папа Кати Пейко Реально Через Катю проще Твой никнейм запомнить Оба ставят экспант Но Агрессором будет в первую очередь Конечно выступать Бист Со вторыми свиньями Пятикопейка Вот опять можно вспомнить эту картинку Две дамы, которые кричат Папа Кати Пейко И кот, который пятикопейка С невозмутимым видом Веспов не хватает Опять Блин, вот что эльф не уважает веспов? Минус тролль Ой, спасибо большое Да, да, да Бистмастер разменивается в дикий плюс здесь Сейчас немного Немного страдает эльф Арчи пострадали Но выжили Бистмастер тоже лезет Тоже нездоровый Вызывает свинью Вызывает элементали В неуважении к веспам Ты чувствуешь личную обиду Ну я чувствую упущенную возможность И сразу Сразу агресс Типа не все ты делаешь Для победы Магазин экспресс методом Ну как обычно Пять человек строят магаз Но здесь есть логика Потому что он не мог начать строить Пока эльф здесь Слишком быстро отменяет этот самый магаз Но магазин очень дорого встал Не только потому что За него в три раза больше заплатили Но и потому что Те люди, которые строили магаз Это время не добывали в шахте Почему вебку не включаешь? А мы традиционно на рест-трансляциях Вебку не включаем Тут есть игроки Все есть Зачем? На XCOM врубим О, кстати, хорошие новости Пришли только-только Сейчас от разработчика Приложения Нового приложения для iOS Вышло обновление Кажется, обновление С пуш-уведомлениями Теперь у вас на iOS В новом именно приложении Которое GoodgameX называется Будут еще пуши работать Оу-май Говорит Мика Да, свежак Свежак Новость только-только пришла Обновляйтесь Приложение бесплатное Без рекламы Без всего вообще Только чистые функции И спасибо вам За отличные оценки, кстати Пандарийский пауэр второй Арчу подставил Даже и ухом не повел Арчу не отвел Панда старается Там Бессмастер еще В Соленову хорошо Троллей гоняет Вы видели? Элементали Все-таки ловят Тролля Все-таки ловят Дыхание здесь сделают Чтоб тролля сдуть Ой, молодец Не, этот Суэй Помяните мои слова Через годик, через два Может быть вообще стабильно В топ-3 Если он уже Ну, он Он хорошо играет Во-первых, он играет Разными стратегиями Что для эльфа Жизненно необходимо То есть он не Не заточил одну страту И пытается Через козла Мучить всех Вот Мы уже видим Третью игру Против одной и той же расы Где он играет В Соло Варден Спасибо большое Через козла Диму И через Бессмастер Панду То есть он как бы Не знаю Поможет ли ему Это против Чаи Но в отличие от прошлой карты Здесь, по крайней мере У него Ну, тролля под контролем Не подконтролил Тролля Так Тоже Панда Ну, это хороший выбор На самом деле Если нет второго Димки То Панда хорошо заходит Главное Ее прокачать успеть Есть Панда хорошо заходить В Так, сейчас Сорри, отвлекся Привет, Бонник Третья панда У Суэя Он дышит, но сражаться здесь особо не может Хотя, минус тролль Четвертый бис со вторым медведем Диким Красные арчи, вот это плохо Дрядка Вроде как Аболиш сделала один Или не сделала Нет, Аболиша у него Нет, тут Чемико не совсем прав Он разменивается в минус А размениваться в такой ситуации Против той же самой панды в минус Это плохая идея Сейчас он свою панду с высокой вероятностью отдает Некем ее прикрыть И не совсем понятно Как ее можно спасти здесь То есть телепорт жалко на нее отдавать На первого уровня пандарейского Но это опять же уровень, уровень, уровень Увеличивается ульфийских героев А учитывая, что Чай собирается Так же пушить, как раньше Кстати, у Суэя есть проблемы с лесом Не знаю, временный или нет Возможно, он уже все грейды, которые ему нужны, сделал И вместо пуша хумановского эльф приходит пушить Винные пары Не понял, зачем винные пары в такой ситуации Были сделаны, когда дыхание второе лучше, чем винные пары Ну, на второе ему не хватило Такое бывает, когда ты не проверяешь количество блин маны, которые у тебя есть у панды И делаешь одно заклинание, не делаешь второе Фейрик даже есть Как ему удается все это На все денег хватает Ну, ему базу не харасили, может, поэтому Немножко отступает Не совсем понятно, да, уже зачем здесь эльф сражается Панда пустая Медведи битые То есть нужно время для того, чтобы восстановиться Бестмастер без маны тоже Это плохо Два косаря у эльфа У него проблемы с лесом все-таки хронические Остается надеяться, что он успеет отстроиться Как-то он очень лениво выходит из лимита Я не вижу мунвела под 80 Я не вижу штамповки медведей пока что Не вижу закупки Во, все, вижу закупки арбы Все, минус косарь Оп Было два с лишним, стал косарь 100 Но пассивничать тоже не стоит Потому что пока ты стоишь дома, враг качается И пошел ловить на красной точке Опасный момент Для чьей мига опасно? Тут же делает телепорт Чуть не сдул рефла Немножко не хватило там рефлу До смерти Выпал хороший артефакт в барабанчике И сразу на вторую красную точку Вот в этом плане, конечно, чьей мига поопытнее Что рандомит Ну, выбивает артефакты Важные на этой карте Очень важные на этой карте артефакты Особенно, когда у тебя эксп эксп против врага То есть лимиты хорошие там и там И аура цена Телепорт определенно стоит Этого случайного артефакта Даже если тебе выпадает 5-5 Это значит, что он не выпадает противнику Стоимость выше, чем телепорт Я уже не говорю про то, что тебе немножко золото выпадает Хотя бы из главного этого И опыт Ой, три феррика вешаются Все в кучу Ну, где винные пары дыхания? Очень поздно панда дыхнула Вообще панду надо было вести в первую очередь наверх вместе с ферриками Потому что правильно кинутое дыхание на старте Могло стоить битвы вообще Ой, как медведи горят Феррик вешается Слоу, слоу, слоу Виспов опять не хватает Вот это тоже такая хроническая у него ошибка Он не берет с собой виспов Феррик ели живое слева Его убивает Светок лечения Бесмайстер пятый 72 на 65 Чимико уже меньше Да, тут медведи красные Ой, медведь врывается Смотрите, с блинком третий Бах, бах Его диспелят, диспелят, диспелят Еле задиспелили Но задиспелили И медведи-то красные разваливаются Правда, там панда никакая Но у нее есть инвул и крест Феррик новый прилетел, не повесился Не доконтраливает суэй Не хватает ему Не хватает Просто феррик прилетел, стреляет сверху Его сейчас еще отстрелят Да Медведя оставил Ну вот как раз, да Опыта Опыта не хватает Мунчанский бы сюда привел Трех-четырех виспов Гадалки не ходи Мунчанский бы, скорее всего Пришел с большим количеством лимита Просто потому, что бы решил Проблему с деревом раньше Чем это сделал суэй Есть подозрение, что Из-за проблем с деревом Он завтыкал с грейдами То есть это первое, что ты откладываешь В таком случае То есть важнее построить медведей Сверх там Лимита 50-60 Чем там Заказать грейд Ну просто практичнее По-хорошему нужно делать и то, и то Если у тебя есть деньги Не удивлюсь, я сейчас у эльфа Грейды типа 1-1 какие-нибудь 1-1 Вот, пожалуйста А по таймингу должно быть уже 2-2 То есть в тыке В тыке есть В тыке есть у эльфа По неопытности скорее Да, ему скорее всего поставил бы еще один экспанд Ну потому что если у тебя на руках косарик И ты идешь в атаку То ты либо Не, не будем так То есть Этот косарик тебе ничего не даст В ближайшие там, не знаю, сколько времени С твоим продакшеном Ты можешь, конечно, заказать 2-х медведей Но ты потратишь Меньше половины от того Запаса, который у тебя есть Потом будет размен Точно это не апкип И даже если ты будешь штамповаться с 2-х лорниц При добыче с 2-х баз Все равно у тебя деньги не закончатся Поэтому надо ставить базу в такой ситуации Потому что когда у тебя на руках постоянно Скажем там Вот эти вот 300-400 голды На протяжении 6-7-8 минут Это значит, что ты неправильно действуешь Деньги в Варкрафте тоже должны работать Либо в армию, чтобы получать преимущество в сражении Либо в экономику, чтобы на дистанции Получать преимущество в экономике Экспанта купается за 4 минуты Просто 4 минуты Если у тебя больше 4-х минут на руках 400 голды И нет проблем с лесом То значит, ты ошибаешься Очень хорошее дыхание Там панда пятая уже у эльфа Вот я не знаю, как это решать собирается Чаймика с Т2 Свитками лечения сыт не будешь Он один, конечно, заюзал Но у эльфа 2 тоже свитка лечения Один остался только свиток У Суэ лечения Свиток Ну где дыхание? Панда не... У него панда не проходит Дриат он недоконтроливает Хорошее дыхание Свиток второй Чаймика свиток Еще один Контроль Дриат Феррик начинает наяривать Смотрите сверху Там Мархмак 6-й Ой-ой-ой Дыхание сбривает пару кастеров Напоследок 63-60 С массовым ТП В принципе, можно жить И морочить голову эльфу долго Правда, третий медведь Его сразу нужно пускать на мага В таком случае То есть ты начинаешь сражение с того Что третьего мишку через блин Пускаешь на мага Просто чтобы он его долбил Это стратегический запас На выкуп героя в таверне Да, это приятно, конечно Когда у тебя деньги на руках есть Вот Но тебе не понадобятся Деньги на выкуп героя Если ты эти деньги потратишь Например, на армию Или на инвол То есть Выкуп героя Это уже Такая чрезвычайная ситуация Какой шанс башу медведя? Одним к четырем 25% кажется у него баш Ее там первого уровня баш Если я правильно помню Может он, кстати, на третьем Один и четвертом другой Вполне вероятно, что он растет Так же, как и башу Эмки По вероятности О, развел на массовый ТП Можно дарку взять для затычки Да, дарка это самый простой здесь вариант Чтобы законтрить массовый ТП Потому что он бесит Прист Что Прист может сделать с медведем С одним дисполом? Как вы думаете? У того 1200 хп У Приста там 220 Блин, медведями кормит Прикольная тема Пошли Риджуы Мишки с Рыком формим А, пошли разводы Ой-ой-ой, дышать нужно пандой Дышать нужно пандой Да сейчас начинаются вот эти вот темы с разводами Бейс трейд и все дела Опытный эльф бы сразу же поставил две базы слева-справа Вины пары дыхания Но не должен здесь Чая сражаться Массовый ТП А сейчас мог на экспанс телепортироваться Не на свой, а на вражеский Тут Если у тебя нет затычки Какой-то То Очень сложно, конечно, реагировать Потому что ты платишь телепортом За его массовый телепорт Бесплатный фактически И это можно делать там каждые полминуты Вы задолбаетесь работать на телепорты Против грамотного АЭМа Еще Чая может брать Сделать сорочкам Грейт Отправлять футменов невидимых А у эльфа нет нормального детектора Безграничные возможности Безграничные Еще Чая не по полной программе Обузит возможности эти Где вот реально инвизные футмены По классике Где вот они Один должен стоять на мэне В глубине Где-нибудь там Другой должен стоять На экспанде Пошел массовый ТП Какой-то странный На экспанд, видимо, да Человек как будто Не привык играть В лейте Против эльфов О, вот-вот-вот-вот-вот Раз Минус эксп Сейчас ты пешкарусом возвращаешься Вот сейчас по-хорошему У него должен Юнит уже бежать на мэйн Просто бежать на мэйн Что мог он успеть Стелепортироваться Козла взял для прикопки Блин, ну а козел-то здесь зачем? Это самый неудачный Из вариантов По контре Ну у рейнджерки Во-первых, рейндж дальше сала Козлу нужно Прям к таргету подходить У него там сколько? 800 У рейнджерки 800 Но учитывается еще этот Радиус сала Плюс сала действует На большее количество юнитов Вокруг Ты можешь там панду засалить еще Какой кипер? Козел в лейте сильный Какой лейт? У козла тут будущего нет Он не прокачается даже до третьего в этой игре А рейнджерка в лейте не сильная Типа Не, козел это Это ошибка, конечно Козел это дикая ошибка Ну ТГВ сейчас скажет, что это козел ошибка Сейчас он подумает И скажет Поддержит Ну, одни минусы Он менее плотный Чем рейнджерка У них хп сопоставимый Но армора меньше Урон, ладно, пофиг Что у той, что у той Там 20-30 Почти Не важно Но с алой прикопкой Это абсолютно разные вещи И то, и то диспелятся Но Рейндж меньше Действует только на одного юнита Да, пошли массовые телепорты Все, телепортируется сюда уже Во, во, разошелся Чай, смотрите Даже такой мув хорош Потому что Хоп, минус мунвел Да, игра обещает Быть очень бесячей КД только у прикопки Меньше, чем у сала Причем заметный Единственный плюс Но если ты его берешь Против массового ТП Это не критично абсолютно Тогда Стоят они одинаково, да, кажется По 75 Но прикопка точно 75 А вот сала я не уверен Не 60 разве Сала стоит О, хороший момент Сейчас можно поджать Ферики встали так, что хрен Ну прикопай, прикопай Зачем ты козла берешь Если не прикапываешь Ну зачем? Что это было? Козел с полной маной В рейнже стоит Не копает айма Которая делает массовый ТП Ты чего? О, это мортиры Панадавались наверху Не, сала тоже 75 Все хорошо Прикопка получается у нас Я сейчас цифры буду вспоминать Это больно будет Сала 12 секунд КД, да, получается А у прикопочки 6 Нет, не 6 Не помню Не помню Я бы на 6 остановился А, 8 А сала вообще 15 Блин Ну КД массового телепорта 20 секунд, поэтому Гуманитарии испытывают боль Когда вспоминают цифры Конечно Прям ощущаю ее Чимико по лимиту меньше В лоб он убить не может Но в целом В целом Шахты у него еще есть А, не, он будет сражаться То есть он не будет разводить Продолжать разводить Ну тогда, скорее всего, это отдача Панда там, конечно, красненькая Но Но преимущество по технологиям И по количеству лимита Оно ощущается О, Бисмастер 6 Стой Динозаврики Не сейчас, правда, маны нет Панда дышит Светокличение Панда подставляется Рык Столько эффектов, конечно Ни черта непонятно Кто пьяный Кто не пьяный Кто горит Хилвард пошел О, работает уже 2 секунды Хилвард Ой, много работает А чего никто не перебьет Хилварда Перебили только сейчас Все разваливается Чаймика Бисмастер битый Но если не потерять, честно, халявку героя То Еще один хилвард То это все Ну 63 на 30 Это гг Суэй Суэй Удивляет на турнире 120 минус Лавлиет минус Джи-джи Щегол 19-летний Озадачивает Так, друзья У меня тут 2 бутерброда С колбасой Ждут Я, с вашего позволения Перерыв делаю на пару минут И вернусь Суэй 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 Пресеба Суэй Суэй Озадачивает Халявки Принес Суэй Озадачивает И еще одно время, очень важно. И еще раз у меня здесь уже не последний раз. Вы видите, с науками зверя. В этой ситуации. И это действительно очень. В общем, тоже есть предыдущие. И не с ним с этим уходили. И и с этим. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Это просто так, если вы украли один вверх, то можно украть бедя. В этом направлении, чтобы выиграть на смыслedан. Это место для мастера. Это очень красивое для этого. Но, когда я делал этот шоу, он просто просто держал свою игру. Он思лал, что я не поднял его, Поехали, потому что это не так. Субтитры создавал DimaTorzok Это тоже очень уходно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прям пою Прям пою Как молодой Басков Что за стиляга? Это когда на Евровидении мы выступали с вами Придется петь ту самую песню Певец Ли, да и уточка Это Савелий там креативит, видимо Луч солнца Золотого Друзья, всем, кто присоединился, здрасте, у нас идет плей-офф Сегодня четвертофинальный матч На закуску самый интересный Для нас, как для болельщиков СНГшных матч Фоги против Лина Ну а сейчас мы смотрим Чемика против Суэй Суэй самый щеглистый из Не то, что, наверное, людей в плей-оффе А людей, которые, в принципе, на турнире принимают участие Вот А можно фотку, где пьяного Миши с поезду выкидывают? Понеслась Кстати, почему нет смайлика про парня этой девушки? Ну сейчас бы про всех парней этой девушки смайлики делать У нас и так места нет Когда творческий стрим будет? Очень понравилось 8 марта Особенно маме и сестре О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Опасно Опасно Надо ответственнее подходить к подготовкам А мы же не репаем О, Столин пришел Столин Ты пропустил прошлые дни Там твоя и так, и так Она такие наряды примеряла Спрашивала, где ты А где ты ходишь? Бывшая скучает Я рефорш не могу смотреть Да мы тоже не можем, но как бы приходится Хуже XCOM Ах ты пес Так, все, я сменю сейчас настрой Ничего себе На XCOM гнать может человек, который даже в механике не попытался разобраться Там же такие крутые штуки Я даже малинку начал есть после Расстроил ты меня, блин Может у тебя и бывшая ушла, потому что ты XCOM не любишь Расстроил ты очень хорошо Расстроил ты очень хорошо Я думаю, что это не может быть в таком случае Так, вернулись А будет возвращение в темнейшее Не в ближайшее время Ты приходи лучше на этот самый На x чем, ты там тоже воюешь Где-то нарядик Рыжие волосы Кричишь опять же, периодически Что ж, снова кипер первый У эльфа Карта Тайдхантерс Оп, подвис Эй Да, это у них проблема какая-то была И ускорение такое Кстати, у нас в новом плеере Не знаю, реализовано сейчас или нет Но будет Уменьшение задержки То есть там будет буфер меняться В зависимости от И постепенное догоняние До прямого эфира Скорее всего, малозаметное Комп графику не вывозит Ты не ошибешься, взяв третьим козла Если возьмешь его первым Ну Козел в прошлой катке Вообще ничего не сделан Добил рабочего Сам молодец Чаймика Кипер очень страдает Под двумя элементариями Архмагом и И футом Базольфа делается, но очень аккуратным Ой, Арчи, куда выбежали Ой-ой-ой-ой-ой Да, одна точно умирает Вторая и третья аккуратненько Отступают вроде как Проверяет, экспо не находит Козел с Арчой Вписывается, встречает фута Ну, а не чисто, чтобы выиграть время На самом деле Потому что сейчас очень опасный был момент Если бы Хумен подбежал просто на пофиг Мимо козла То можно было и отменить эту базу Тремя футами Архмагом и элементарем А он выиграл Секунд 15 еще Привет, Кусидум Слайер Здравствуй 2-2, говорит Найт Госа 1-3, говорит Гер 0-7 А я скажу 1-2 И буду прав Потому что пока счет именно такой Потому что сейчас Ни у кого нет Такого преимущества жесткого Как он блочит Ооо, как он проблочил 3-0, как вам такое Вот это очень смелый прогноз Прям Прям на грани На грани адекватности Но потери Арча это уже минус, конечно Хороший эльф Арчи не сдает В такой ситуации Учитывая одинаковую скорость перемещения всех Ну ладно, Архмаг побыстрее только База эльфа значительно позже Напомните мне после этой игры Прочитать Ченджлог по этому По приложухе там Пачка всего Оооо, козел оказался менее терпелив Чем Архмаг Потратил телепорт А вроде как ему хватало еще на один выстрел Козлик оказался неправ Привет, Миш, может быть ФФА все-таки после Ну Нет Все-таки нет Какой-то кривой Блин, Суэй ошибается с этими свиспами Элементарь, знаете, медленно Он по-другому не может Такой перемещается Второй, типа, что бы ни задели Он все еще оставался в ренже Диспелла виспа И все равно он задиспелил криво Просто бесит Вторая Нага Но Нага против Димки не особо полезная, кстати Прикапывают Нагу Надя, Надя На китайском Надя Жалко, конечно, тратить Димку на Нагу Плюс в том, что у Наги, когда она выйдет, уже маны не будет 330 А будет соточка стандартная То есть Нага, она когда выходит из таверны Как любой другой герой, обладает полным запасом маны То здесь уже она будет такая Второй рейн получит, ей на форке-то не хватит Если она стрелку не отключит Я правильно понимаю следующий фокус, а после Гоги? Да, именно так Именно так Чимик, как вы видите, и по герою, и по тому, что мы увидели сейчас на его главной базе Будет снова агрессивно давить с рифлами и кастерами Фокус Colorful, да, это Это очень-очень-очень интрижный матч Как же Козлик вырывается хорошо И держит дистанцию, чтобы у него не перебили регенерацию И лишнего не надавали Прикапывает еще одного футмена Это и снижение темпа криппинга И уменьшение армии у врага И опыт себе Если внимания хватает, конечно, надо таким макаром Не добил своего фута второго, я не знаю почему Так, здесь Шреддер А зачем Шреддер при лейсе 460? Кто-нибудь может сказать? Чтобы типа виспов без застенчиво абсолютно скидывать В атаках Просто Шреддер-то дорогой Шреддер как полтора медведя А воюет он не как полтора медведя Чтобы было больше леса Спасибо, Турин Спасибо, я что-то об этом не подумал как-то Нагу ловит, она не права здесь Не права на где-то 70% хп Но идет атака опасная Димка с Субимаской непонятно зачем Персоналку передал А можно как-нибудь все-таки Диму спасти, нет? Диму можно как-то спасти? Риджуф А, не выдержал, Свидек потратил Это хорошо Не, Павел Дуринов, пока нет Но будет Потому что комиссия уже там в два раза снижена будет 65 лимита против 45 Я не вижу денег на руках у Суэя Его уже штурмуют Иллюзия ноги Хорошая прикопка Ополченцы не в форме Ну, пока добежали Дима персоналкой пытается вернуться Домой подлечиться Феррик прилетает В форму вешается Нага страдает Второй уровень получает Да, похоже 2-2 Да Ну и как обычно я выдыхаю Как этот, как эльф Как расист Потому что Ну, чего он Чего он проигрывает База нет Застройка есть Тут спокойно можно Третью ставить Чайку Диму не факт, что там найдет выход Из сложной ситуации С КД в 20 с лишним секунд На персоналке Мам, чего он проигрывает Ну, мам Да Медведя не доконтраливает Да, это конечная для эльфа Но шансы еще есть Еще 2-2 Все равно Суэй дает Такой серьезный бой Чаймика Зачем перекастовывает Риджуф с полбрейкерами Так вроде Медведь не делал Риджуф перед формой Я тоже думал, что делает Наверное Слоу с Риджуфом Перебутал Их можно перебутать Они Тут Риджуф не такой Очевидный Ты имеешь в виду Медведя, которые Его перехватывали Он не делал Риджуф Он просто форма Форму сделал И умер под слоу Да А на Димке был Окей Так, в приложении По новым фичам Добавлены как раз Пуш-уведомления Речь идет о новом приложении Для iOS Приложение называется Good Game X Пуш-уведомления о начале трансляции Включаются в настройках Добавлены анимированные смайлики И пачка исправлений Система реконекта к чату Воспроизведение стрима в окне или фоне Теперь настраивается Улучшена плавность чата При большом количестве новых сообщений Клипы теперь останавливаются Там клипы есть При переходе на другую вкладку Приложения Нажатие на ссылку канала В чате Теперь открывает этот канал В приложении Отлично Отображение чата В горизонтальном положении Для iPad Теперь запоминается И выбор качества Теперь доступен Только для стримов С такой возможностью Понятно Вот так вот Поэтому качайте Приложиха бесплатная Рекламы там нет Ни видеорекламы Ни баннерной никакой Смотрите на здоровье Где хотите Такое впечатление Что Чаймика Значительно лучше себя чувствует На контактных картах Там где можно взять Нагу Бладмейджа И пропушить на Т2 То есть он Слил Ну разок против Вардену Слил Там мы помним Странная была игра Скорее Чаймика Просто перехалявил С этим со своим Т3 И зря не построил Грифончиков Можно было спокойно От медведей С одной базы Отбиться Второй раз он проиграл Против Беста В макро А вот пуши у него Тайминговые Получаются очень хорошо С Т2 С рифлами С кастерами И с контактными Вот этими вот героями Посмотрим Что будет на решающей Пятой карте Что за карта Там осталось Во-первых Да, всех называется Именно Гуд Гейм Икс Но его может быть У тебя нет Если у тебя старая версия Операционной системы Там должно быть 13 и выше Поэтому Дингер говорит Вот выбор качества Раздражает Хочется порой посмотреть Но планшет исходный Не тянет А мобильный Не у всех есть Как по мне Для приложения Мобильное должно быть всегда Я тоже за Всем переключалку качества Но для того Чтобы например Кодировать потоки Нужны процессорные мощности У нас этих процессорных мощностей Где-то 36 что ли у нас Серваков Которые занимаются кодированием Но учитывая Что идет большое количество Трансляций одновременно На всех не хватает То есть мы можем кодировать Одновременно Там не знаю 70-80 каналов Или Ну как-то Как-то так И Вот Поэтому должен быть всегда Это Это вопрос Конечно такой А это приложение Есть на старых устройствах На подкидке А у Крит Говорит Всем привет Фоги чемпион Они еще не играли У них матч Матч будет вообще По Самым последним Как вообще могут Окупиться 36 серваков Во-первых Это Блейды В одном 24 системы В другом 12 Такие Трехюнитовые Махинки Супер микровские С процами 27 Ой 12-70 Старенькими Сравнительно Кажется В3 или В4 Один мы вообще Покупали Когда бакс Был В районе Сорокета За 800 Что ли К Ну и конечно же На дистанции Это все Окупается Просто Это Хорошие инвестиции Такие нужны Бачер говорит Михаил Некоторые дно стрима Лагают в исходном Это ограничение ГГ настройки стримера Могут быть настройки стримера Вполне Вполне Могут быть настройки стримера Если у тебя скорость До Гудгейма Типа Speedtest С.гудгейм.ру Больше десятки На вход То у тебя должно работать Вообще любое качество Двухпроцессорный Или 12 Или 2011 Сокет В смысле Они Двухпроцессорные Ну это же 12-70 Какой Там же 11-55 У них сокет Если я правильно помню Какой 12-10 12-11 Это же не ксионы Там системы Однопроцессорные Но в Но в блейде Две Две полноценные Типа мамки Помещаются То есть это Однопроцессорная система Сокет другой Не тот Который ты говоришь Ксионовский Кажется 11-55 Он называется Хотя могу ошибаться Давно брали Я не помню Если честно 12-70 по-твоему Не ксион что ли Ну да Это 11-55 Ну да Только тройка А не пятерка Ну ты понял В общем Однопроцессорные Они лучше справляются Чем Ксионы Даже продвинутые Типа какие-нибудь Ну старые продвинутые Имеются ввиду 26-90 Какие-нибудь Потому что Частота там Количество ядер меньше Но частота выше А для кодирования Частота приоритетнее Чем количество ядер Мы давно тестили Всякие там 26-20 26-30 70-90 По соотношению Цена-качество Какой-нибудь Как раз 12-70 С хорошей частотой В 3.6 3.8 Кодирует значительно лучше Давайте к игре Так Я за эльфа буду болеть Может он Свою майнинговую ферму Открыть Будет инвестиция Прямую В GG Майнерс Не-не-не Мы утилизируем Эти мощности На кодирование Видео Причем Там такая Стоит смарт-система Что Кодируется Во-первых Премиум потоки И если Свободные мощности То кодируются Еще По популярности Другие каналы То есть даже Если у человека Нет примачка То А его смотрят То там может быть Переключалка Сколько стоит Розетка 10 гигабит Если не шарит Выделенная То средняя цена Рыночная Сейчас порядка 150к Я думаю Что можно За 120 За 100 найти У нас условия Другие лучше Значительно Но По рынку Обычно В Москве Наверное За соточку Можно найти уже Выделенную Десятку Кто-то может Сказать А у меня дома Гигабит Это большая Разница Шарит Гигабит И Дедикейтит Какой-нибудь Десятка Большая разница Раньше Вообще Где-то 250 Ниже Сложно было Найти Такие вещи Козлик Козлик начинает агрессивно Причем еще присматривает За Чаймиковской армией Архмак увидел Виспас лево Виспас справа Вызывает Элема Хорошо Он, конечно, Блочит Очень много Ополченцев Надо будить 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 А, уже Разбудили все Задиспейлит Когда останется Меньше половинки Задиспейлил Нам не показали Как же Ополченцы Быстро ушатывают Просто в Соленово Очень красиво Открепился Сейчас Чаймика Отзонил всю Эльфийскую армию Не подпустил И при этом еще Одного рабочего Только потеряет На отступлении Как вы видите Он отравлен Бит И мертв Ну вот Михаил Забавит На регистрацию Скачивание Мобилки Правда Андроид Но все же Всем добрый день Наконец Спустя несколько лет Просмотр стримов Пишу в чат Ей Андроидовское приложение Тоже весьма хорошее Там периодически Выходит обновление По функциональности Оно реально хорошее И по оценкам По вашим Тоже хорошее Там у него 4.6 Или 4.7 При паре тысяч оценок И оно популярнее Кстати чем Айосовское Конечно же Персональный телепорт От козла Возвращается Потому что Ни жизни Ни маны Уже не осталось Выкидывает артефакты И А вот куда он побежал Третий наверное Получает На этих На черепашках Ну хорошее Спосредственное У Суэя Я не знаю Ему опять Прилетит Какой-нибудь Тайминговый Пуш С такой Игрой Но мне кажется Он попытается Сыграть через Пандорийского Второго Часто любит Эльф так делать Пандорийский Второй Поздний Экспанд И встречает Пуш Как раз уже С пандой Конкрет Здравствуй Фогг Фогг Играет Через серию Следующий матч Фокуса Против Не помню Против Против Калорфла Да Пандорийский Видите То есть Суэй Играет По По наиболее Актуальным Так скажем Стратам По картам Прям То есть Он берет Берет Лучшее Из Из Эльфов И себе Пытается Применить Минус Три фута На один барак Это весьма Хороший Размен За бабушку Топить буду Да Фокус Молодец Арча еле-еле ушла Правда Непонятно Как она там Куда Как она там Спасется Учитывая то Что день На дворе И фонтан На фонтане Серьезные Что? Ребята Кто-то микрофон Включил Там На стриме Я бы Чатик Посмотрел Там Китайцы Должны Взбудоражиться А нет На соседнем Стриме Которые автоматически Здесь у нас Хватит фальшивить X-Rain говорит Я включил Извините Ничего-ничего Нормально Потерпим Ля-ля-ля Вот что происходит Если ты не убиваешь Сначала тролля Которые лечат И нерфаер кастуют Потом 4 юнита Пытаются Одного тролля Мелкого убить Конрад Спрашивает Друзья Во сколько И с чем будет Ну Я думаю Ближе к 6 После Вариком Фотос Тоже отметился Я не увидел Правда Где он Конкретно Там Щегол Пришел Я не Профотоса Взять бы Красную Эльфу Потому что Сейчас вот Чаймика Играет Пассивно Припассивно Но это Это временно Он копит Он делает Соответственно Грейт на Т2 И он явно Готовится к пушу Хотя Видите У Суэя Тоже игра С одной базы Возможно Он даже Будет Это сложно На самом деле Не будет Догоняющую базу Так рано Скоро Забис Ерунда Во сколько Траперша будет Эх Посмотрел я Как Пик умер За траперша Все собрал Короче Все что мог Собрать Как так Получилось Не знаю И вот этот момент Когда уже Человек Начинает Жрать Бутылки Откидывая Последние Ловушки Там без Без шансов Такое Отчаяние Да Пик ошибся Да Делает Фейс Уже В ситуации Куда бы Ты не Это самое Не стелепортировался Ну только Разве что За стенку Слева Могло повезти Ну воины Что они умеют Это же искусство Кидать коробки Те они там Не выманивать По одному человеку Меняя Восемь ремней Это Уметь надо О Хундрит Каждый день Нас посещает А МШ Врубается у панды Панды Врываются Вместе с остальными К магазину К сожалению Сзади подходят Элементали Вторые Дыхание Где второе Уже По КД Есть Ой Светоключение На рабочих Чтоб не умерли Здравствуй Голанда Привет Привет Ну один Проиграл вчера Как бы Но это было понятно А второй Сегодня Будет играть Самым Неудобным И одним Из самых Сильных Игроков Если не Самым Сильным То есть Мун Лин Это как бы Топ 1 Топ 2 И по этому Турниру Тоже То есть Так Магазин продавили Медведев Уже Уже На базе Кэйджи Медведев там оставил Жалко Риджуф не сделать Элементарий Вызывает Риджуф Делает Да там Брейкер Какой Риджуф Да Медведи Очень хорошо Работают В башнях Потому что Милишный урон По рабочим Отлично Заходит Магическая Вышка Не наносит Серьезного урона По медведям Когда у них Уже Маны нет И реально Суэя здесь Может задавить Посмотрите Маны К сожалению Нет Ни у кого Вообще Благодаря Магическим вышкам Один медведь Справа умер Но он убил Почти всех Рабочих И заходит Сейчас Эльф Уже прям Прям заходит Принимается За магические вышки Он очень грамотно Контролит Эльф этот Правильно Переключается Когда надо Все Чаймика Сваливает Отсюда Нифига себе Этот Суэй 120 Ла-ла Это еще Чаймика Убивает Нифига себе 19 лет Дайте ему Еще годик-два Если нормальная Мотивация у него будет А что ему Еще делать 19 Правильно И все Сейчас Панда возвращается Здоровая С Маной Дышит Светокличение Последнее Использует Хуман Пытается сразиться Но дохода У него уже Особо нет Секс Панда При этом он Еще тратит Брейкера И рабочего 45 на 55 Это победа Эльфа Крайне вероятная То есть тут уже Да На отступление теряет регулярно Юнитов подрезает Топ 1 Хуман Кто Инфи скорее всего По количеству Заслуг Так скажем Может быть только Старенький Скай Сравнится Потому что Он долгое время Был в топе И тоже Чемпионаты мира Выигрывал Ну я думаю По скиллу Понятное дело Что Скай Никого Сейчас из текущих Хуманов топовых Не убьет Стар Сектор Ну вот в том то и дело Что для того Чтобы тебе в Варкрафт В топ зайти Ты должен Как бы пару лет Поиграть Потому что Очень много нюансов Очень много Информации об игре И Я не знаю Сколько он играет Но Уровень Уже сейчас Очень хороший Так что Этот Суэй 15 Диси 161 Говорит Миша Хотя Больше к чатику Есть предложение Порадовать Соника Он нас периодически радует Зайти толпой к нему Чтобы стрим Он офигел Это там 4 человека Да скиньте ссылку На стрим Соника На ГГ естественный Без проблем Я только за Он в турнирах С 14 лет Вот Это больше похоже На правду Потому что я По поводу Двух лет Сомневался Потому что Ну Ты Хоткей будешь Месяц учить Ну так Чтобы оно Все у тебя Встало На свои места Учитывая Всех юнитов Героев Желательно Там ключевые Апгрейды Так что Да Тут ГГ для чая Да понятно Он уже После потери После того Как ему проломили Экспанд Это уже был ГГ Какие у тебя перспективы Против той же самой Качаной панды С одной базы Т2 против Т3 Это как вообще Что нужно сделать Чтобы выиграть ГГ Суэй Хорош И вот на кого Надо было ставить На щегла Надо было ставить Это Красава То Суэй Продолжение следует...